Всем привет, ребята! Вы на канале 30+. Я Алена, медицинский психолог и нутрициолог. Сегодня с вами говорим про микрофлору и как она влияет на гормональное, физическое, эмоциональное здоровье. Многие не знают, что микробиом очень-очень сильно, правда, влияет на наши эмоции, желание что-то делать, создавать или, наоборот, находиться в апатии. Я всегда говорила со своими клиентами о том, не только что вы едите, но бывает на самом деле проблема существует на уровне микробиома. И многие не знают о том, что нами управляют часто наши бактерии. Мне говорят, ну я вот не могу справиться с этим, я не могу есть вот это. Потому что у одного, например, лактобацилы, у другого стрептококки, у третьего стафилококки, у пятого нехватка других, как я говорю, коков, энтерококов. У кого-то вообще палочка кишечная. То есть вот такие базовые моменты. Многие говорят, у меня депрессия, у меня стресс, у меня тревожность. Да, все это влияет на ваш микробиом. Кстати, микробиом здорового человека критически отличается от человека с микробиомом некачественным, как я говорю, который приводит к тревожным депрессивным расстройствам. Если мы говорим про стрептококки, бифидобактерии, там огромное-огромное количество различных моментов. Но не все пойдут сдавать анализы, корректировать. И я просто хочу с вами поговорить на эту тему, потому что многие не знают, что изменив микробиом, можно исправить ситуацию с настроением. Очень у многих сейчас есть проблемы с ЖКТ, желудок, поджелудочная печень, желчный и так далее. И, соответственно, если желчный нормально не санирует кишечник, то начинает разрастание патогенная микрофлора. Чем опасна патогенка? Она влияет на усталость, на хроническую стрессовую нагрузку и, бывает, влияет на ЖКТ в целом. Лактобациллы очень влияют. И, соответственно, если нехватка есть каких-то хороших, то это может вызывать энторит, гастрит. Кластридии вообще вызывают дичайшую нагрузку, вплоть до накопления аммиака. И от этого у человека могут быть проблемы с депрессией. То есть, напоминаю, что диета с высоким содержанием углеводов, диета с высоким содержанием жиров, белков, у всех разная. Вот если мы говорим про диету с высоким содержанием углеводов, там уменьшается представительство бифидобактерий с высоким содержанием жиров. Там другие уменьшаются белки, когда преобладают в питании у человека, могут развиваться кластридии и дефицит бифидолактобактерий возникает часто. В общем, все излишества с едой, они всегда приводят к другим проблемам. Напоминаю, что микробиом может сделать так, что у вас начнутся болезни почек, воспалительные заболевания кишечника, ожирение, метаболический синдром, атеросклероз и диабет. Вы говорите, при чем тут кишечник? А вот при чем. И, соответственно, настроение оттуда же, когда, простите, в кишечнике дисбаланс, говорят, как у меня в детстве, когда я жила, ой, дай бог памяти, с родителями, была такая реклама, что-то в животе ураган, принимают спамезан. И я прям запомнила и думаю, ну, это все неправда, потому что, потому что, да, мы можем этим управлять. Конечно, сдавать анализы всем не по силу, но я просто предлагаю вам самые простые вещи. Вы можете добавить цельные фрукты, добавить специи, добавить пряности, добавить полезные жиры, добавить бифидолактобактерии, они есть в различных культурах, таких как, например, творог. Но это подходит не всем, поэтому, если, например, у вас лактазная непереносимость, вы должны смотреть. В общем, болезнь Альцгеймера, деменция, аутоиммунные воспаления, онкология, усталость, перепады настроения, проблемы с обучаемостью, бесплодие, аллергия и астма начинаются в ЖКТ. Поэтому у нас есть еще микробиом и гены, да, и мы здесь говорим про то, что если генетически есть какая-то проблема, вы о ней не знаете, например, мне пишет один человек, который сел на кето-диету, а у него нарушен метаболизм жиров. Причем-то кето-диета, господи, у тебя вход в митохондрии нарушат. Или человек, у которого, ну просто идет метаболический синдром, и он слушает о пользе суточных углеводов. То есть здесь все это влияет постепенно, постепенно, и нужно выбирать для себя способ питания. Пробиотики обязательно. Попробуйте продукты, чайный гриб, квас, кефир, квашеные овощи, пряности включать с кофе, не жестите, потому что кофе тоже не всегда хорошо влияет. И очень важно включать свежие овощи, их достаточное количество, темную листовую зелень и стараться избегать стресса. Если очень-очень много стресса, то это приводит к депрессии, и кишечник сразу меняется. Кстати, после стресса очень сильно меняется микробиом. Ребята, пишите вопросы, и я напоминаю, что те, кто у меня в консультациях, они четко знают, что я всегда работаю и с психикой, и с физикой, потому что нарушения микробиоты могут создать депрессию, а не наоборот. И, кстати, это две области, и кишечник-мозг, и мозг-кишечник.